Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Пациент, который находится в перединсультном состоянии, сделает ультрогуковую диагностику сосудов шеи, а при необходимости – компьютерную томографию. При наявности показаний проведут операцию на пошкодженных сосудах. Дорогу реанимационные обстановления эксперт-класса, совмещая наркозно-дыхательные аппараты и прибор для штучной вентиляции легких. Его кост – около миллиарда рублей, но не дороже за человеческое житё, кажут медики. На протягу всей операции он будет контролировать параметры житедейности пациента. Раньше мы не могли как хирурги участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие – тромболизис. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперёд, и появилась возможность всё-таки даже в экстремном порядке оказывать этим пациентам помощь. Инсульт займает третье место сирот причин смиротности. Первое – по инвалидизации. Кардиологи нагадывают про основные симптомы перед инсультного станом. Порушение мауленя, резкая слабость, альбо анямени у руцель, бонази, раптовное снижение зроку. Отбывается гэта, коли мозг не отрымливая достатковую колькость кислороду. Причина – поражение сосудов, яке не осуть крови от сердца до мозгу. Коли хворы не отрымливая адекватного лечения, патологичные изменения у сосудах становятся всё больше выраженными и могут привести до инсульту. Определённый процент пациентов, которые через месяц могли бы стать уже инвалидами, мы предупредим эту инвалидность и постараемся, чтобы этот человек остался в своей жизненной ситуации, в своей семье, на своей работе, и чтобы качество жизни его не пострадало. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерэдуя компания «Гомель». Первый в Беларуси семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчимостями, отзначу в 15-ю годзе. Гэта суместный проект Международной доброчинной организации «Дапаможем детям разом» и Гомельского областного комитета по опраце занятости и социальной обороне. Олег Сентюров оценил все плюсы такого супрацовництва. Первый в Республике семейный дом для молодых людей с обмежеванными махчимостями в 2000-м открытии у Весты Климука Гомельского района. Нельзя сказать, что это было очень просто, и сомнения возникали, и разных проблем попало, как в любой новой справе. Хоть это было очень гуманное, да помогать молодым людям с обмежеванными махчимостями адаптироваться до жития в громадстве. Светлана Лапо сегодня изначаливая доброчинную организацию по охове «Живел». В 2000-м она была сиротой первых жахаров семейного дома. Благодаря этому дому мы можем теперь самостоятельно проживать. Благодаря этому дому мы много чего умеем, и благодаря этому дому он нам прибавил смелости в жизни. Потому что когда ты выходишь из интернатного учреждения, у тебя, как правило, паника, у тебя, как правило, рассеренность, потому что ты не знаешь, в чем будет состоять твоя дальнейшая жизнь. Сегодня в семейном доме для молодых людей с обмежеванными махчимостями постоянно проживают 4 человеки. Плюс, прикладно на месяц, сюда проезжают выхованцы дому-интернатов. Усё ж таки такой практики самостоятельного життя у специализованных установок не отримаешь. У покоях, здаётся, ёсь всё для нормального життя. Ноутбуки, на яких можно глядзіць телепередачы, спортивные тренажёры. Але, што ураживай больше за всё, так это ведьми великая койкость образов. А об чём же хары семейного дома размовляючь со святыми на образах, вядома только им. От переважной большинства молодых людей, які знаходяться у домах-интернатах, батьки отмовились яшы у родильных домах. Почас святковання 15-го юбилею першого в Республиці семейного дома для молодых людей с обмежеванными махчимостями, посол Великобритании Брюс Бакнелл узнав поваги до господаров, размовляя на русском мове. Урешчий семейный проект – это подтверждение махчимості эффективного супрацовництва країн у гуманітарной сферы. До того ж, сёлита Беларусь подписала Международную конвенцию об правах інвалидов, чим продемонстровала своё имкнення божь уваги надаваць гэтай категория насильництва. Может быть, это знак, что для правительства это важная задача. Также это знак важности политики социальной защиты. С британского боку удел устворения семейного дома 2000 приняла добраченная организация проект «Потримки детям Беларуси». Сёня я е вуканавший директор Линда Уолкер кажа, что с Роблиным цялком задоволена и огучивая новые планы открыть ящий один семейный дом для молодых людей, які мають невеликие тканедни у психичном развиті, алия приятповідны до помозі змогуть самостойно жыць у громадствы. Мы планируем открыть такой дом не на долгий срок, а на временное пребывання молодых людей там, для того, чтобы они побыли там какое-то время, приобрели навыки, и потом другие места них приехали. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерады компания «Гомель». Посяджение по пытаниях задовольнения споживецкого попыту товарами айчынной вытворчасти прайшло у Гомельским городским выканавчим комитете. Пачас посяджения было огучено. Доля товара у айчынной вытворчасти, які были реализованы насельництву за 9 месяц обягучих агода, складая у агульным своим объеме 69%. Гэта лічба уже опера высела леташние показчики. При гэтым треба отзначить, что доля товара у харчовой группы складая каля 83%. На сегодняшний день это самый левший покажчик сирот областных центров Украины. Статистика УПСУЕ – реализация нехарчовых товаров. Тут, поколь ящая не отрымалась и перайсти мяжу, по 50%. Гомельшане отдают перевагу импортным товарам. Тогда, как у целых по краине, мясцовым вытворцам довирают больше. Тут доля реализации айчынных товаров уже складая 52%. В городе Гомеле торговым организациям есть над чем работать. И сегодня этот вопрос мы будем рассматривать на заседании исполкома. Соответственно, его нужно рассматривать не только в ключе работы розничной сети, но и в ключе предложений, которые делают торговли производители. Соответственно, будут даны поручения как одной стороне, так и второй, для того, чтобы изменить ситуацию, по итогам года выполнить задание на уровне 71,5% в целом по городу Гомелю по двум направлениям – продовольствию и непродовольствию. Снижение детячей злочинности, профилактика правопорушений у сирот неполнолетних. На базе Мазырского и Ельского районов пройшел областный семинар, присвеченный минавито этой тематице, в рамках которого выучали становочий опыт на конкретных прикладах. Репортаж наших мазырских коллег. Мазырская школа номер 16 у сего три года, однако за этот час она стала соправданным координационным центром працы с батьками и детьми, причем у целой микрорайоне. Сучастный интерьер новой научальной установы становчиво отбился и на поводинах школьников. Коли ранее еще были некоторые факты детячих свободенства, то сегодня выключено бирожливое относено. В Мазырском районе напрацовано свой опыт у профилактики злочинства и правопорушений у сирот неполнолетних, которые мазырани поделились с коллегами из других районов в рамках областного семинара, присвеченного миновито к этой теме. Тяжкими детьми не нарожаются, тяжкими детьми становятся. К сожалению, многие годы мы замалчивали. Родители наши привыкли перекладывать все на учителей. Значит, виноваты либо учителя, либо комиссия, либо милиция, инспектор плохо работает. Но никогда не звучала яркость вовы «семья». Сегодня мы это уже явно увидели. И сегодня мы переключили свои стрелки на форму работы с семьей. Массовые семейные святы у выходные на базе одной со школ «Мазырская эдукационная ноу-хау». Запрошаются дети, батьки и навод бабули с дядулями. Боанализ злочинства показывает, что больше из них отбывается у вынеку отсутности контроля сбоку дорослых и великой колькости свободных от часу. Чаще всего совершаются преступления, это у нас хулиганство, это кражи, но и такие тяжкие преступления, как незаконный оборот наркотиков. Поэтому на основные эти вопросы мы обращаем внимание. И хотелось бы сказать, что чаще всего совершают подростки, которые воспитываются в семьях. Родители недостаточно уделяют внимания, потому что 50% преступлений совершаются в вечернее и ночное время. Опошняя тенденция у взрослых злочинцев поменьшается. Крадежи, рыбование, пьянство, кирование автомобилем без правов и навод в стане алкогольных опьянений. Дети учинивают дорослые правопорушения. Последние годы совершаются преступления несовершеннолетними, которые были пререгативой взрослых. Это такие, как мошенничество, действия в сфере незаконного оборота наркотиков. На сегодняшний день мы достигли определенных успехов по снижению общего числа преступлений. За прикладами далеко ходить не требуем. Усяго пару тыдня от того у Мазары у иншагородних навученцев одного из ліцеев было выявлено амаль полтора килограмма мархуаны. Наркотик призначался для продажи. Субъекты профилактики в свою очередь так само не дремлют. Отсочвают усе опошние закономерности и з уликам этого корректируют працу. Мол, а сегодня шмат часу проводить в интернете, значит и они выходят на просторы сусветной паутины. Некольки подобных проектов при поддержке городских организаций на Дадзене МОМОТ реализуются в області. Виктория Синицкая, Светлана Груцькович, Слава Пропіснов, телеканал Мазыр, специально для телерадио-компании «Гомель». Чарговая телефонная размова с Жихарами региону, по хвалючих их пытаннях, отбудется заутра. Процтавники улады проведуть промые линии. С 9 до 12 годин з вороты громадян буде примать керавник справ Гомельского облыканкама Алена Владимировна Кличковская. Нумер телефона у Гомели 75 12 37. Паралельно промую линию проведе старшиня Гомельского городского совета депутатов Иван Афанасьевич Бородзинчик. Звонков от Жихарова областного центра чекают по номеру 75 19 84. Як и заусёды по суботах, промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы конкамах. На минулым тыдні президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет номер 7 об притягнении грошовых сродков во уклады, депозиты. Документ потягнул за собой шерах изменений. Наш корреспондент Ганна Ковалева звернулася за отказами у Головное управление Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области. Интервью с наместником начальника управления Владимиром Сосновским глядите у программе «Новины тыдни» у недели у 20.30 на телеканале «Беларусь4». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу. До новых встреч у эфиры.